42,2% такой показатель занимающихся физической культурой и спортом существует на сегодняшний день в Омской области. Число приверженцев здорового образа жизни за 2019 год выросло на 2,6%. О положительной динамике реализации регионального проекта «Спорт. Норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография» рассказал на встрече с журналистами министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. В 2019 году старт национальных проектов, который был объявлен президентом во всех сферах нашей деятельности и в социальной политике. Прежде всего, наша задача, именно нашего проекта «Спорт. Норма жизни» – это увеличение, качественное увеличение тех условий, которые существуют на сегодняшний день для россиян в плане физкультурно-спортивных условий. И как фактор исполнения этого поручения – достижение параметра 55% граждан, систематически занимающихся физической культурой, спортом и физической активностью. В рамках нацпроекта Омской области были выделены федеральные средства в достаточно серьезном объеме – 147 миллионов, которые пошли на реализацию мероприятий, связанных с установкой площадок ГТО в муниципальных районах Омской области, приобретение двух футбольных полей искусственной травы, приведение в нормативное состояние ряда спортивных учреждений путем приобретения соответствующего специализированного инвентаря. Руководитель спортивного ведомства отметил – федеральное финансирование на 2020 год увеличится более чем в три раза. В планах строительство крытого катка с искусственным льдом на территории спорткомплекса «Сибирский нефтяник». В Оконечниковском районе и областном центре появятся два футбольных поля. Также в области продолжат установку площадок ГТО. В поселке Красный Яр Любинского района начнется возведение крытого хоккейного модуля. Многие из вас слышали о таком проекте, который существует, российский проект «Создание моногородов». И мы в своей части включили в концепцию моногорода именно крытый хоккейный корт. И получили на это федеральные средства в размере 19 миллионов рублей. Добавят район, соответствующую долю добавят правительство, и такой объект возникнет. Министр также подвел итоги развития молодежной политики в 2019 году. В Омске в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта образования были созданы два ресурсных центра добровольчества. В 20 районах области партнерские площадки оснастили необходимой оргтехникой. Для молодежи региона был реализован целый комплекс патриотических, творческих и других мероприятий. Благодаря федеральной поддержке более 30 амичей смогли принять участие в форуме «Таврида». Главными задачами Министерства по делам молодежи в 2020-м станет организация волонтерского штаба «Дельфийских игр» и проведение мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Великой Победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова